Русская Православная Церковь Куманитарную помощь и подарки в преддверии Пасхи получают все. 71-я весна – благотворительный проект от молодежного отдела. Управлена она на посильную помощь всем категориям ветеранов Великой Отечественной войны. Масштабная акция в честь 71-й годовщины Великой Победы и приурочена к Светлому Христову Воскресению. О добре и искусстве. За искусство, за доброту. Россия так шагала и так будет шагаться. Выдающийся художник и скульптор в галерее искусств. И духовный смысл произносимых нами слов. Думай, что говоришь. Последствия будут прекрасными. Точка зрения с отцом Артемием. Смотрите на телеканале Добро ТВ. И еще детский крестный ход в вербное воскресенье. Пожелания посла Болгарии и ректора МГИМО Добро ТВ. Всем бодрости духу самое главное. И сохранение православного убийства. Воскрешение праведного Лазаря. Фоторепортаж из храма Рождества Престой Богородицы деревни Васьки. Лебединая песня Евгения Мартынова. Орхидеи и кактусы в аптекарском огороде при МГУ. Все это и не только. Смотрите прямо сейчас. Храм сошествия святаго духа на Даниловском кладбище ведет обширную благотворительную деятельность. Оказывая помощь многодетным семьям. Социально незащищенным слоям общества, малоимущим и всем, кто в ней нуждается. Страстной понедельник Великого Поста. Очередная партия с продуктами была отвезена на Курский вокзал. Чтобы накормить бездомных. Священники навещают тяжелобольных стариков и совершают таинства прямо у них дома. Чтобы поддержать их морально и духовно в несении креста Христова. Гуманитарный груз с вещами и подарками от прихода. Был отправлен многодетной семье протеерея в Тульскую область. Как пасхальное поздравление. Смотрите репортажи нашего канала. Помощь страждущим и нуждающимся. Священники. Социальная служба храма «Сошествие святого духа» на Даниловском кладбище опекает тех, кому так необходимы внимание и поддержка. По благословению настоятеля храма протеерея Геннадия Бороздина окружает заботой всех. Цифры впечатляют. 20 многодетных семей, 78 детишек, матери-одиночки, инвалиды, сироты, бездомные, тяжело и неизлечимо больные. Нужно поддержать старых людей, помочь им, потому что они нуждаются в этой поддержке. И мы стараемся эту поддержку им оказать. Основное направление нашей деятельности мы рассматриваем именно помощь многодетным семьям. Мы предоставляем им продукты, игрушки, вещи. Каждое Рождество и Пасху дети получают подарки. Серьезная работа проводится в плане оказания детишкам больным. Под окормлением социальной службы находится Марфа-Мариинская обитель, Елизаветинский сиротский дом, православный приют для бездомных Ной, детский садик с детишками больными ДЦП, детский хоспис. Там лежат безнадежно раковые онкологические детишки. И вот тоже помощь им оказывается по возможности и к Рождеству, и к Пасхе. Покупаем-то и еду, и одежду, и памперсы, и стиральные порошки. В общем, то, что они просят. Малыши, оставшиеся без попечения родителей, так нуждаются в заботе и любви, которых не получили в своей жизни. Здесь никакие лекарства не помогут. Здесь только нужно человеческое тепло, участие. То есть взять его на ручки, почесать ему спинку, поцеловать в ушко, пяточку. И от этого ребенок выздоравливает. И вот у нас есть такие прихожане, которые хотели оказать вот эту практическую помощь и побыть с детишками, особенно вот онкологически больными. Милитарная помощь, на пестовом, на пустом подзале. Крам сошествия Святого Духа помогает всем страждущим. Возит в мешки картошки, сахара, муки, чтобы поддержать неимущих. Страстная седмица Великого Поста. Время причащения всех тяжело больных и немощных. И как никто, они нуждаются в духовной поддержке, исповеди и причастии, а также в предметах первой необходимости. Просфоры, святую воду и подарки к Пасхе привезли Раби Божьей Надежде в Страстной Понедельник. Памперсы, конфеты, чай и вербы в честь свербного воскресения. Это подарок от храма сошествия Святого Духа его подопечным. Страдающая от множества недугов, кратка, как ангел, кажется, светится вся изнутри. Таинство причастия у ложа Страждущей наполнило пасхальной радостью и благоговением сердца всех присутствующих. Ну вот, поздравляю тебя. Спасибо. Храни, Господи. Друг друга тяготы носите и так и исполните закон Христов. Каждый из нас может помочь Страждущему и Болящему хоть чем-то. Главное захотеть. Светлана Леонтьева, Илья Анисимов, телеканал Добро ТВ. По благословению настоятеля храма сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище, протеерея отца Геннадия, приходской совет храма организовал доставку благотворительной помощи в город Тула, монашествующему священнику, отцу Стефану. В попечении отца Стефана в миру Александра Конубрикова сейчас находятся 14 детей разного возраста. Приемные дети отца Стефана живут вместе, большой дружной семьей. Любовь и забота, которую дети получают от своего папы и духовного наставника, пример истинной христианской любви. Прихожане нашего храма передали продукты и подарки для деток маме отца Стефана, так как священник находился в больнице с младшим приемом сына. Молодежный отдел Московской городской епархии проводит масштабную акцию «71-я весна» и приглашает добровольцев в честь предстоящего праздника Светлого Христового Воскресения оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла по приготовлению к пасхальным торжествам. Подробности и детали проекта обсудил и молодежный ответственный храм «Сошествия Святаго Духа» Илья Анисимов. «71-я весна» на собрании молодежного отдела обсудили, как помочь ветеранам Великой Отечественной войны. Руководители этой благотворительной акции составляют списки нуждающихся и направляют к ним православных добровольцев. Зачастую такая поддержка меняет не только настроение, но и мироощущение пожилых людей. Желающие помочь относятся к процессу неформально, с душой, от чистого сердца дарят цветы и подарки. Одна старушка говорила, что я вообще до этого думаю, что мне делать. Она была в состоянии уныния такого, что я не знаю, что мне делать. И тут пришел добровольец, я даже помню, что это был, Андрей был на выезде. И он привез букет цветов. И она говорит, что мне уже в последнее время не дарили ни цветов, ни подарков никаких. И мне хочется жить, потому что я увидела, что люди умеют помогать, хотят помогать и делают это. Многие добровольцы, единожды побывав дома у ветеранов, продолжают шефство над ними и часто приводят своих друзей поучаствовать в благом деле. Приходят ко всем, ведь многие бедствуют, не могут ходить, поэтому адресное внимание каждому крайне необходимо. К отбору юных помощников предъявляются жесткие требования. Они должны быть проверены, чутки, добры. С радостью всегда выполнять просьбы ветеранов, прислушиваться к их пожеланиям и советам. Необходимо перенимать опыт у старшего поколения. Акция «71-го весна», я думаю, название далеко не нужно обдумывать. Это, конечно, посвящено 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. И также приурочена к главному светлому торжеству, Светлому Христову Воскресенью. И направлена она на посильную помощь всем категориям ветеранов Великой Отечественной войны, и прежде всего это помощь в уборке дома. Молодежный отдел дает добровольцам моющие средства и инструменты для уборки. И они отправляются к одиноким, бессемейным ветеранам подготовить их квартиру к приходу Пасхи и весны, чтобы их настроение, как и жилище, сияло радостью и чистотой в преддверии Светлого Христового Воскресения. Эта акция направлена на реально нуждающихся людей, которые сами не могут себя обслуживать. Их опекают представители социальных служб, но зачастую этой помощи недостаточно. Акция направлена на объединение всей православной молодежи и вообще всей активной молодежи на помощь как можно большему количеству нуждающихся. И зачастую во многих храмах действительно проводится работа с ветеранами, помощь оказывается посильная. Но есть некоторые моменты, которые говорят о том, что необходимо эту помощь усилить. Нередки случаи, что из-за своего плохого самочувствия пожилые люди не могут содержать свой дом в чистоте и даже стесняются приглашать к себе врачей и сиделок, лишаясь возможности поправить свое здоровье. А уж помыть окна перед праздником в таком состоянии мало кто решится. Поэтому проект «71-я весна» призван увеличить масштаб оказываемой поддержки ветеранам войны и труда, инвалидам войны, труженикам тыла и всем пожилым и болящим людям, которым она необходима. Каждый, кто неравнодушен к судьбе ветеранов Великой Отечественной войны, может присоединиться к акции молодежного отдела и помочь нуждающимся. Илья Анисимов, Светлана Леонтьева, Татьяна Осипова, телеканал Добро ТВ. Значимость произносимых нами слов и три правила культуры речи. Духовник и старший священник Алексеевского женского монастыря в студии Добро ТВ. Смотрите «Точку зрения с отцом Артемием» на сайте нашего телеканала. Отец Артемий, все же, что вы можете пожелать нашим телезрителям в плане развития культуры речи? Вы обещали три бесплатных совета. Во-первых, я хочу пожелать супругам со стажем 10, 20, 30 прожитых лет начать беседовать друг с другом дома. Но во второй половине дня хотя бы обменяться впечатлениями. Маша, а мы смотрели на прошлой неделе и уже съели все галоши и тефтели. Первую передачу изучайте им батюшки Артемия. Давай-ка посмотрим передачу о слове. Вдруг это будет нам интересно и послужит к умягчению наших сердец. Когда мужья начнут вот так разговаривать ласково, с чувством, с толком, с расстановкой, у дома просто появятся райские улыбки. Ну а что касается трех правил русского языка, они очень короткие. У кого фосфора уже мало, от погруженности в интернет-пространство, можете записать. Ну я думаю, и запомните. Первое. Думай, что говоришь. То есть взвешивай на кончике языка каждое слово. Последствия будут прекрасными. Второе. Не говори того, чего не думаешь. Не ври, не завирайся. Вруны не имеют никакого авторитета в обществе. И третье. Не все, что думаешь, говори. Потому что болтун – находка для шпиона. И мы обещаем вам, дорогие друзья, в следующий раз еще более интересный разговор, чем сегодняшний. Пять тысяч шедевров, произведений, графики, скульптуры, живописи, дизайнерского и монументально-прикладного искусства. Все это творческое наследие легендарного художника, посла доброй воли ЮНЕСКО, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством, известного как и в России, так и во всем мире. Зураба Константиновича Церетели, который дал эксклюзивное интервью телеканалу Добро ТВ в преддверии Великого Праздника Пасхи. Этот мир, как дом, страна, вселенная. Что нам любить и где нам жить, мы выбираем сами. Творец лишь создает. Все время схватывая нить, судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. Доброта. Вот мои родители, мама, бабушка, все они объясняли. Искусство – это доброта. Через искусство Россия шагал. Это мудрость Петра, мудрость Екатеринской эпохи, мудрость 42-й год и мудрость его тысячи лет. Россия только должен, как шагал, через искусство, должен так же шагаться. Тогда рождаются уникальнейшие по искусству люди, которые много дают поколению. Вот эту мудрость я тогда не понимал. Сейчас я, когда я стал взрослым, я понял. Была и сейчас тоже эпоха, когда детей в детском саду дают цветные карандаши. Это не потому, чтобы быть художником, но глаза, мышления, описание природы – это дает толку, доброту. Вот за искусство, за доброту Россия так шагал и так будет шагаться. Я всем россиянам поздравляю День Пасхи. Я вспоминаю моих предков, как уникально передавали. И я сейчас стараюсь также мою дочку, мою внуков передать тот красивейший событий 1 мая. Пожалуйста, дом мой, дверь открыта, по Пасху приглашаю вас. Спасибо большое. Что еще? Все, очень хорошо. Ура. Спасибо большое. Наталья Николаева, Владимир Коновалов, Александр Коновалов. Специально для телеканала Добро ТВ. В храме святаго-благоверного князя Александра Невского при Мегимо. В честь вербного воскресения после литургии состоялся традиционный детский крестный ход, посвященный двунадесятому празднику, где дети с букетами из веточек верб и хризантем и разноцветными шарами в руках. Возглавляемые настоятелем прихода отцом Игорем Фоминым, исполняя праздничные песнопения, обошли храм. Солнечный день и радостное настроение. Шарики, отпущенные юными созданиями в голубое небо, сопутствовали этому замечательному торжеству, которое предваряло собой страстную седмицу. В праздник входа Господня в Иерусалим храм Примгему посетили почетные гости. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария и ректор Московского государственного университета международных отношений Анатолий Васильевич Таркунов, с которыми пообщался фотокорреспондент телеканала Добро ТВ Роман Рыбкин. Меня порадовало, конечно, больше всего, что так много детей. И что был крестный ход детей, и замечательные дети абсолютно, они вдохновлены присутствием на этом празднике. Так что это большой-большой праздник, светлый. Ну, хочу пожелать всем, прежде всего, крепкого здоровья, долгих лет жизни, для того, чтобы было много добрых сверчений, душевное успокоение и работа на сохранение православного единства. Воскрешение праведного Вазаря, как прообраз воскрешения Иисуса Христа. И воскресение всех умерших в День Страшного Суда. В шестую субботу Великого Поста фотокорреспондент Роман Рыбкин побывал на Божественной Литургии. В храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Васькино Московской области. И поздравил настоятеля с тезоименицством. Смотрите фоторепортаж нашего телеканала. В воскрешении Лазаря начинается совершенно особенный период в жизни Православной Церкви. Это, в общем-то, тот период, к которому мы готовимся через Святую Четыридесятницу. И этот период, в котором все события так или иначе друг с другом связаны. В частности, вот сегодняшнее чудо, чудо воскрешения Лазаря, это, собственно, то событие, сквозь призму которого мы понимаем, например, праздник входа Господня в Иерусалим. Потому что народ, видя это необыкновенное чудо, таким-то торжественным образом встречает Христа. Наконец, сквозь сегодняшние события, сквозь сегодняшний праздник, становится понятным и событие Страстной Седмицы. Потому что именно это чудо, это чудо воскрешения Четырёхдневного Мерслеца, это то чудо, которое и побуждает иудейских первосвященников принять решение, чтобы погубить Христа. Наконец, сквозь призму сегодняшнего чуда, некоторым образом мы видим уже то событие, которое является, собственно, венцом всего Великого Поста. Это событие воскресения Христова. Недаром и тропарь сегодняшнего праздника, праздника воскрешения Лазаря, говорит нам об этом. Общее воскресение прежде твоей страсти уверяем. То есть в этом воскрешении Лазаря мы видим прообразовательное. Во-первых, и воскресение Христова. Ну и, наконец, то всеобщее воскресение из мёртвых, которое ожидает каждого человека. Яблони в цвету, весны творенья. Торжественный вечер, посвященный творчеству Евгения Мартынова, собрал поклонников этого выдающегося таланта. Есенин в музыке, белый лебедь эстрады, так его называли. Но он навсегда останется в наших сердцах. Съёмочная группа нашего телеканала Добро ТВ побывала на этом праздничном концерте. Смотрите репортаж Татьяны Осиповой. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел памятный вечер поистине народного композитора и певца Евгения Мартынова. Его песни давно стали классикой. Когда-то их исполняли мэтры советской эстрады и сам автор. Эти мелодии звучали из каждого радиоприемника. Но и сейчас современные молодые исполнители не забывают о них. Образ Евгения Мартынова светлый, ностальгический, вносящий нас в прекрасную пору 70-80-х годов прошлого столетия. По воспоминаниям друзей композитора, сценический образ не расходился с реальностью. Он и в жизни был добрым и мягким человеком. Женя Мартынова – это был мой друг, с которым мы вместе выступали в концертах, записывались на телевидении, и сегодня пришли люди послушать его замечательные песни. И артисты поют с добрым сердцем, со всем своим талантом, отдают дань нашему великому и замечательному композитору, который воспевал Россию Евгению Мартынова. Со сцены зала церковных соборов звучали шлягеры и малоизвестные композиции в исполнении артистов эстрады, участников популярных телепроектов «Голос» и «Романтика романса», лауреатов фестиваля лирической песни «Отчий дом» имени Евгения Мартынова. Вот у вас Добро ТВ, вы делаете этот репортаж с концерта, и вот в Мартынове было добро во всем, в улыбке, в песне, в душе. Я уверен в том, что и его песни переживут нас, переживут наших детей, переживут все поколения. Это классика, это то, что остается всегда и навсегда. Так что поэтому слушайте песни Мартынова и будьте добрее. Творческое наследие Евгения Мартынова не меркнет с годами. Слишком рано уйдя из жизни, он оставил нам свою музыку, которая, словно дорогое сердце воспоминаний, возвращает нас в детство. Татьяна Осипова, Илья Анисимов, Светлана Леонтьева, телеканал Добротовое. Роман, хочешь стать охотником за орхидеями? Да, хочу. И одна из них находится в этой студии. Это мои любимые цветы, которые растут в оранжереях ботанического сада МГУ. Смотрите наш мобильный репортер. Старейший ботанический сад России основан еще Петром I в 1706 году и по сей день удивляет обилием зеленых диковинок. Настоящее царство флоры укрыто стеклянным шатром оранжереи. Первое, что поражает, теплый и влажный воздух. Потом настоящий лес, только из пальм, банановых деревьев и лиан. Да такой высокий, что за ним едва видно небо над прозрачным потолком. Тут-то и начинается наша экспедиция. Будьте осторожны, впереди тропическое болото. По его берегам растут настоящие хищники. Эти невинные на вид зеленые мешочки на самом деле очень опасны. Стоит какой-нибудь мухе зазеваться, польститься на вкусный аромат и заглянуть внутрь, как ловушка захлопывается, и нету нашей мухи. Здесь у нас только маленькие растения. Ну, чтобы не пугать особо впечатлительных барышень. А у себя на родине они успешно ловят насекомых, ящериц и даже мелких грызунов. Растения, которые живут в засушливых районах, называются суккуленты. Для жизни всего живого необходима вода. Но что делать, если тебя угораздило вырасти в безводной пустыне? Ответ один – запасать воду в листьях и стеблях. Поверьте, кактусы, агавы, алоэ, живые камни или топсы – так и делают. А чтобы другие любители воды их вдруг не съели, еще и отращивают острые колючки. Ну, или становятся ядовитыми. Тоже вариант. Еще южные растения могут быть очень красивые. Они поражают богатством форм и красок, удивительными ароматами. Но иногда и жуткими запахами, которые совершенно не подходят таким изысканным цветам. Тут начинаешь понимать, почему несколько столетий охотники за орхидеями отправлялись в невероятные путешествия, терпели лишения, попадали к диким племенам, боролись со стихией, гибли от тропических болезней. И все это, чтобы привести уникальные, да то ли невиданные цветы. К несчастью, из-за этого многие виды почти исчезли, и теперь их можно увидеть только в ботанических садах и оранжереях. Поэтому современная орхидейная лихорадка скрещивает разные растения и выводит новые сорта, которые не встречаются в дикой природе. Присоединяйтесь к Татьяне и присылайте съемки камер ваших мобильных телефонов на нашу электронную почту, и мы обязательно покажем их в следующей рубрике. Берегите себя и творите добро вместе с нами. До новых встреч!